наш следующий доклад альберт дмитриевич морозов и константин морозов синхронизация в квазипериодик осцилляшнс и нюля гамильтония систем с дженерейт кейс хотел бы начать в 1930 году андронов и гид опубликовали свою статью на немецком языке актере захватывания в интерполе замечательный статья в 30-м году тогда еще было модно публиковаться в немецких журналах это до войны был и они рассмотрели уравнение в интерполе в случае при гармоническом возмущении вот мы в этой работе хотим рассмотреть не квази линейное уравнение просто какое-то нелинейное уравнение и не близкой к линейному они линейные существенно и возмущение не периодически а квазипериодически и так значит рассматривается такая система близкой гамильтоновой где епсилон малый параметр частота функции f и g квазипериодически частотами омега 1 омега м мы предполагается функции GIF достаточно гладкий в некоторой области например из r2 по x так и предполагаем что при епсилон равно нулю мельтоновая система нелинейная нелинейная вот такие предположения и пусть система имеет ячейку невозмущенной системы имеет ячейку заполненную за мы будем говорить что имеет место резонанс есть собственная частота собственно частота частота невозмущенной систем удовлетворяет таком соотношении n омега равно к 1 омега 1 плюс так далее к омега м в этом случае уровень энергии h равняется h рез назовем резонансный резонансный уровень ну конечно сказать председ равно нуля система двумерной простая она интегрирована первый интеграл интеграл энергии вот он обозначается буквой аж а ты цивилик равно аж маленькой замкнутые фазовые кривые замкнутые фазовые кривые аж а ты цивилик равно аж ноликом невозмущенной системе называем вы вырожденный или уровень назовем вырожденным если к ты производная от собственной частоты при аж равно аж с ноликом равны нулю до g минус 1 порядка ж ты производная отлично от нуля если аж с ноликом вырожденный уровень совпадает с резонансом мы будем говорить что имеем не имеем имеем вырожденный резонанс динамика резонансных зон определяется автономным автономной системой маятникового типа который получается с использованием процедуры усреднения наряду системы 1 исхода не автоном мы рассмотрим автономную систему 2 она получается вот таким образом правой части от вот усреднили по времени система 1 получили автономную систему и будем называть ее автономной возмущенной системы предположим что система 2 имеет грубый предельный структурно устойчивость предельный цикл близкий к некоторой траектории аж от их цивилик равно аж со звездой мы рассмотрим случай когда вырожденный резонанс вырожденный резонанс вырожденный резонансный уровень близок вот к этому предельным циклом предельным циклом ну и здесь я уже сказал значит здесь это связано с проблемой синхронизации колебаний она была впервые андроновым ветом так в тридцатом году ну и следует отметить что в этом году отметили 120 лет со дня рождения академика сам сам андронова но кстати в этом году исполнил 120 лет со дня рождения со дня рождения со дня рождения ивана георгиевича петровского я не знаю там отмечали убы вам довольны нет вот а 120-летие андронов было посвящено какое-то заседание причем в москве здесь был какой-то круглый стол организован в случае периодических возмущений исследование поведение исследование поведения решений в окрестности вырожденных резонансных кривых было сделано получено в работе Морозова-Ширника в восемьдесят третьем году ну и заметка в дан была семьдесят пятом году далее эти исследования были продолжены вот здесь написано такие Морозов книга вот есть квазиконсервативная система цикл резонанса и хаос ну и далее другие вот с Байковой у нас статья была дальше ну целый ряд статей ну вот статья вырождены резонансы и вихревые пары например вот такая статья в две тысячи восьмом году была то есть много но эти все стать в этих статьях или в работах рассматривалось случай периодических возмущений вот данный в данном случае речь идет о квази периодических возмущений так дальше все по-русски пойдет это должен быть зрел да ладно переменные действия угла выберем некоторую замкнутую область это гомеоморфное кольцо и заполненные замкнутыми фазами траекториями неузмущенной системы пусть вырождены траектории H равняется H с 0 принадлежит этой области в D перейдем от исходных переменных к каноническим переменам действий угол тета и рассмотрим систему в расширенном m плюс двомерном фазовом пространстве вводя дополнительные угловые переменные тета-1 и так далее и тета-m в результате получим систему 3 система 3 где правая часть f1 и f2 вот там написано они получаются при f2 равно 0 фазовое пространство этой системы расслаивается на инвариантной m плюс одномерной торы движение на которых условно-периодически с частотами омега омега-1 и так далее омега-1 если я писал отлично от нуля то указанный тор разрушается вследствие консервативности возмущения и наличия резонанса да я вот перешел тут к русскому на самом деле наш доклад следует статье который вышел в августе этого года в хаосе в журнале на английском языке и конечно желающие могут прочитать это на английском языке определение замкнутой фазовой кривой невозмущенного уравнения h от x с точкой равно h почему x точка я написал h от x и y нужно равняется h от и n к будем называть резонансный если выполнено соотношение n омега от и n k равно k1 омега 1 плюс так далее плюс km омега m для некоторых целых n и k не имеющих общего делителя отличного единицы для каждой резонансной фазовой территории набор чисел n k1 и так далее km определяется однозначно в то же время в случае не монотонной частоты омега резонансному значению может соответствовать несколько различных фазовых территорий и вот систему которую мы рассматриваем их еще называют системы с не монотонным вращением если выполнено условие омега k производные от омеги в точке nk равна 0 и k от единицы даже минус 1 а j производная от личного 0 j больше единицы тогда уровень и равняется nk то есть замкнутой фазовой кривой h от x y равняется h 0 от nk но здесь пересчет переменной действий к h назовем вырожденным величину g мы будем называть порядком вырождения и равняется nk назовем невырожденным если первые производные точки nk отлично от нуля то есть g равно единицы вот g единицы невырожденный уровень невырожденный уровень фиксируем некоторый резонансный уровень энергии и равняется и предположим что он является вырожденным порядком вырождением g больше 1 g равно 1 это невырожденный случай невырожденный уровень перейдем к исследованию поведения решений в крестностях Умил. Это множество таких и тета, для которых и больше ИНК минус С эпсилон в степени С, но меньше ИНК плюс С эпсилон в степени С. И тета от нуля до двух пи. С некоторой константой. А С равняется единице разделить на единице плюс g. Итак, перейдем к исследованию поведения решений в таких окрестностях индивидуальных вырожденных резонансных органов. То есть, раз фиксируем некоторый уровень резонансных и рассмотрим окрестность этого уровня. Замечу, когда невырожденный случай у нас g равняется единице и ширина окрестности в этом случае корень из эпсилон, хорошо известно, ширина окрестности резонансов корень из эпсилона. Но вот если вырожденный, простейшийся вырожденный, g равняется 2, это будет ширина окрестности уже не корень из эпсилона, а корень эпсилона в 1,3. Корень кубичный из эпсилона и так далее. Чем выше порядок вырождения, тем окрестность становится шире. И в пределе, когда порядок вырождения стремится к бесконечности, то есть система корразмерности бесконечности, они линейные системы. То есть линейные системы – это бесконечно выраженная система. Сделаем в 3 системе, которая в переменах 10 углов была записана, замену. От этой перейдем к переменной v. Плюс вот сумма k житой на v. И вместо i введем переменную u. То есть рассмотрим как раз окрестность, то, о которой я говорил, окрестность резонансного уровня. И будет, о будет изменяться в окрестности резонансного уровня. И усредним по быстрым переменам. В результате исследования системы 3, переменных действий углов, которая была, приводит с точностью до члена в порядке o большой эпсилон в степени единицы плюс s к исследованию системы вида 7. Ус точка равняется единиц минус s на a от v и nk плюс эпсилон в с ноликом от v и nk на u. Вс точка равняется эпсилон единиц минус s bg3 на u в степени g плюс эпсилон bg плюс 1 u в степени g плюс 1 плюс q с ноликом от v и nk. Где b житое – это житое производное от собственной частоты, деленное на житое к триалу. Система 7 – это система на цилиндре, фазовое пространство цилиндра. Ну и по силу вот этой замены, по тетер у нас была периодичность 2π, и тогда по v как бы 2π на автомате получается. Но оказывается, наименьший период вот этих функций, которые входят в правую часть системы 7, равняется не 2π по v, а 2π разделить на r. 2π на r. Ну вот, легко доказывает. Здесь функции правой части определяется, вот формула написана. Дивергенция векторного поля этой системы, ну по определению дивергенции, поскольку если мы сейчас взглянем на эту систему, вот, дивергенция будет по с ноликом плюс dq с ноликом по dv. Но оказывается, ее можно считать по этой формуле. Дивергенция равняется единице на 2π в квадрате интегра от 0 до 2π, 0 до 2π от дивергенции векторного поля исходной системы. Исходная здесь g и f – это правая часть исходной системы, возмущение. Но это теорема, она доказана. Пусть порядок вырождения g равняется 2. Ну для определенности, конечно, потому что можно рассматривать любой, но просто там больше возможностей, больше рисования. Тогда двумерную средненную систему, описывающую топологию резонансной зоны, шириной порядка O большой ε в 1 третьей. Нет, ε в 1 второй, а ε в 1 третьей. Имеет вид, O с точек равняется ε в 2 третьих, A от V, плюс ε P от V на U. И В с точек равняется ε в 2 третьих до 2у в квадрате, плюс ε в 3у в квадрате, плюс Q от V и NK. Ну фазовое пространство, я сказал, это из системы цилиндр, OV модуль 2π на V. Исследуем ее в среднем месте. Мы рассмотрим деформацию векторного поля системы 8. Какая система 8? Вот эта система. Деформация. Почему рассмотрим деформацию? Да потому что вот эта система имеет только, не имеет простых ста. У нее ста нервной веси сложные. Здесь U в квадрате стоит. Если пренебречь членами эпсалу, то система первого проближения имеет сложные ста нервной веси. А это плохо. Рассмотрим деформацию векторного поля этой системы. Изучим поведение решений в красотностях резонансного уровня энергии при условии его близости к выроженному. И равно и с ноликом. Это выроженое. Пусть и NK равно и с ноликом, плюс ε в 1, 3 гамма. Гамма как раз это расстройка. Выроженную резонансного уровня от выроженого уровня и с ноликом выроженого уровня. Тогда, значит, омега от ИНК можно разложить, представить в таком виде. В частности, сделаем в 3 в нашей системе переменных действий у замен. И равняется с ноликом плюс ε в 1, 3 у плюс гамма. Тета равняется v плюс единица на n, сумма к жито и тета жито. И усредним полученную систему. В результате придем, как и раньше, к системе на цилиндре, который после замены и с ноликом мы опять возвращаемся к резонансному значению, а ты с ноликом возвращаемся к ИНК. И пренебрежение членами О большой ε4, 3 принимает вид. Принимает вид. Вид 10. Ус точка ε2, 3, а от v плюс ε с ноликом на u. Вс точка ε2, 3, d2 на u в квадрате плюс 2 гамма u плюс ε d3 у в кубе плюс 3 у в квадрате гамма плюс 3 у в квадрате гамма плюс 3 у в квадрате гамма. Плюс ку с ноликом от v и ИНК. Система 10 может иметь простые станеры на весе, расположенные на двух уровнях. уравняется нулю и уравняется минус 2 гамма. Представим функцию А от v в виде. Кериодическая часть плюс средняя. А с тильдой v от v и плюс b с ноликом. Тогда система 10 имеет станер на весе при достаточно малом ε, если максимум модуля от функции А с тильдой больше модуля b с ноликом. Если условие b с ноликом равняется нулю, условие b с ноликом нулю для какого-то значения, b с ноликом зависит пусть от действия. Здесь конкретно от ИНК, а здесь просто пусть от действия. Условие b с ноликом равняется нулю и b с ноликом штрих от И от личного нуля определяет уровень энергии невозмущенной системы, в окрестности которых у автономной возмущенной системы существует простой, но грубый предельный цифр. Ну или структурно устойчивая предельный цифр. Обратимся к укороченной системе. Это укороченная система Гамильтонова. А система уже второго приближения, которую мы рассматриваем, она, вообще говоря, не является Гамильтоном. Интеграл энергии этой системы, вот он написан, легко он находится. При гамме равно нулю эта система имеет сложность в стонерном весе, типа вырожденной стонерном весе. На рисунке, дальше, к рисункам переходим. На рисунку показаны перестройки фазовых портретов при изменении параметра Гаммы. Гаммы – это расстройка, определяющая отклонение резонансного уровня от вырожденного. На рисунке один показаны, значит, перестройки при изменении параметра Гаммы. Ну и дальше перейдем к рисунку. Вот рисунок. Фазовый портрет усоединенной системы, первое приближение. При b с ноликом равняется нулю. Вот здесь две цепочки, видно две цепочки. Здесь петли. Здесь вот как раз бифункционный случай, когда гамма нулю – это вырожденный стонер на весе. Люфа. Гамма критическая. Конечно, здесь можно найти гамма критическая. При гамме больше нуля, но меньше гамма критическая. Гамма критическая находится, когда сепаратриса, вот в верхней цепочке, сепаратрица седла расположена на верхней цепочке, спадает сепаратрица седла на нижней цепочке. Я так здесь говорю, понятно. Здесь все две цепочки, верхняя и нижняя, спадают. Это условие определяет дефукционное значение гамма. Гамма критическая. Здесь показаны фазовые портреты при БС нуликом отличного нуля. БС нулика. Вот здесь две цепочки, вот два уровня, на которых стонер на весе сервы и центр. Дальше вот при изменении гаммы здесь может сепаратриса. Седла верхней цепочки совпадать с сепаратрисой нижней. Возникает вот такой. Происходит перезамыкание сепаратрисы и так далее. И вот такие картинки всякие получаются. При описании к отличиям от нуля система близка к консервативным системам. Предположим, что дивергенция сигма является знаком постоянной функции. Дивергенция векторного поля усредненная система. Тогда система 10 не может иметь предельных циклов, не охватывающих фазовый цилиндр. Так, но все-таки нужно как-то неприлично показать систему 10. Вот система 10, вот эта система 10, система 10. Она более точная. Первое приближение – система, в которой принадлежали члены порядка эпсула. Учли члены порядка эпсула 2-3. И система, ясно, что система второго приближения, в ней можно найти дивергенцию вектором поля, она, вообще говоря, отличная. Нуля и потом система второго приближения не консервативная, очень говоря. А первого – консервативная. Это плохо, да? Как же, усреднили? Исходная система у нас не консервативная, а усредненная консервативная. Значит, нужно, вот это здесь с необходимостью, нужно учитывать следующее приближение. То есть, члены порядка эпсула. Предположим, что дивергенция векторного поля системы 10 является знакопостоянной функцией. Тогда эта система не может иметь предельных циклов, не охватывающих фазовый цилиндр. Это критерий Бендексона. Чтобы установить фазовый портрет системы, нужно проделить устойчивость фокусов, а также взаимное расположение ветвей сепаратрис. На рисунке ниже показаны возможные фазовые портреты системы. Второе приближение. При Б с ноликом отличного к нуля. Б с ноликом – это среднее значение функции А с ноликом АТВ. И вариации расстройки гамма. В случае двух станет равновесие на каждом уровне. Ну, мы везде, я предположил, уже равняются двойки, и по этому везде у нас будут фигурировать два уровня. Вот здесь уже, во втором, если в первом приближении были черный центр, то во втором приближении черный фокус. То есть довольно много здесь перестройок может быть разных. И возникает вот структура, вот структура на вот рисунке, вот на этом И, или вот на этом рисунке G, похожи на вихревые пары. И по этому на ту тему даже была написана статья. Все здесь. Неконсервативный случай, то есть при участии второго приближения, можно использовать теорему Боголюбова. Простым состоянием равновесия у средненной системы 10 соответствует квазипериодическое решение в исходной системе и М мерные инвариантные торы в системе переменных действий углов. При изменении расстройки, определяющей отклонение резонанса на уровень от вырожденного, стане равновесия в средненной системе рождаются парами, при G равняется двойке, когда G двойка. А мы именно такой случай рассматриваем. Справедливо следующая теорема. Пусть усредненная система 10 при достаточно малом эпизуном больше нуля имеет простой станерновесия У с нуликом, В с нуликом. То есть H' по V в точке В с нуликом отличен от нуля. И гамма отличен от нуля. Кроме того, пусть модуль сигма от В с нуликом У с нуликом больше равняется сигма со звездой больше нуля. Тогда в исходной системе 1 существует квазипериодическое решение Х'нк, Y'нк, Аt с частотами, омега-1 на вен и так далее, омега-гем на вен. Это решение будет устойчивым, если устойчиво станет равновесие В с нуликом У с нуликом. Соответственно, у системы 3 существует омерный устойчивый инвариантный ТОР. В случае вырождения порядка G больше единицы в системе, исходной системе устойчивые при сигме меньше нуля квазипериодические решения с частотами омега-1 на вен и так далее, омега-м на вен и седловые квазипериодические решения с теми же частотами существует на G-уровне. Мы рассматриваем случай G2, это значит у нас на двух уровнях. Специфика вот вырожденной системы. Синхронизация квазипериодических колебаний. Итак, до этого у нас был параметр гамма, определяющий отклонение резонансного уровня от вырожденного. Мы сейчас введем другой параметр, дельта, который будет определять отклонение резонансного уровня от уровня с предельным циклом автономной системы, возмущенного. Рассмотрим систему здесь, когда резонансный уровень близок к предельному циклу, то есть Е равняется и со звездой. Тогда B с ноликом от 3НК равняется dB с ноликом под 3НК и НК-с со звездой, и после это ε в 1, 3 дельта. Вот дельта – это расстройка, определяющая отклонение резонансного уровня от уровня с предельным циклом. Система 10 перепишется в виде А с тильдой В. Раньше А было, здесь было А от В плюс B с ноликом, а теперь будет B с ноликом, перекочевал вот сюда, в дельта, а здесь будет А с тильдой. Система примет такой вид, то есть появился вот здесь дельтой. Гамма, осталась гамма, расстройка, определяющая отклонение вырожденного, резонансного уровня от вырожденного, и дельта – расстройка, определяющая отклонение резонансного уровня от уровня с предельным циклом. Здесь перешел к медленному времени, и поэтому здесь вот эти… Было там Epsilon 2,3, здесь все это убралось. Проще. Учет нефтономных членов возмущений может приводить к синхронизации, которая означает существование устойчивого квазипериодического решения в системе 1. с частотным базисом, кратным частотным базисом возмущения. Рассмотрим процесс перехода к синхронизации путем исследования СС-13. Проиллюстрируем перестройки фазового портрета. Итак, проиллюстрируем перестройки фазового портрета в СС-14. Предположение сигмы не равно нулю. Это важное предположение. Рассмотрим вопрос взаимного расположения сепаратрисов возмущенной системы. Возмущенная система Усредненная система – это автономная система на цилиндре. Используя формулу Мельникова. Невозмущенная система первого приближения имеет два типа расположения сепаратрис, показанных на рисунке. Из них два – это А, А и С. Вот эти рисунки. Два типа расположения сепаратрис. Это бифкационный случай, это тоже бифкационный случай. Бифкационное значение гаммы равно гаммы со звездой находится в условии, когда сепаратриса седла на верхней цепочке, седла на нижней, совпадают. Значение первого интеграла совпадает. h1 равняется h2. h1 и h2 находятся, найденные при v равно vS1, уравняется 0, и v равно vS2, уравняется минус 2 гаммы vS1, vS2, координаты седел, расположенных на соответствующих уровнях. Например, при А от v 0,8 sin v, имеем гаммы со звездой, это вот такое значение, чуть больше единицы. Так, начнем со случая, представленного на рисунке А, когда две цепочки есть. То есть, когда расстройка гаммы достаточно большая, есть две цепочки. При достаточно больших значениях дельта на верхней полосы рендерии в системе 13 существует устойчивый предельный цикл. Мы еще находимся вблизи уровня, в окрестностях которого в автономной и возмущенной системе существует предельный цикл. При уменьшении дельта цикл приближается к верхним сепаратрисам. При некотором дельта равно дельта 1+, сливается с сепаратрисами. При дальнейшем уменьшении дельта цикл исчезает. Фазовые кривые стремятся к устойчивому стану равновесию. Докационные значения дельта найдем, используя формулу Мельникова. Я не буду тут деталей говорить. Это чисто технические вещи. В общем, здесь можно привести к виду, для которого можно применить формулу Мельникова. Формулу Мельникова обычно используется в системах, которые содержат периодически по времени возмущения. Но ее можно использовать и в автономных системах. Вот здесь, используя формулу Мельникова, мы нашли перфункционные значения дельта. Дельта 1 определяет расщепление сепаратрис. Если использовать систему первого проближения, там сепаратрисы совпадали. А второе проближение сепаратрисы начинают расщепляться. Вот это расщепление, расстояние между родственными ветвями сепаратрис, это дельта 1. Когда дельта 1 равно 0, а возмущение не 0 имеется, при наличии возмущения, мы отсюда находим дефункционные значения параметра. Вот они найдены, тут формула написана. Имеем дельта бефункционный, дельта 1 плюс. И здесь, вот смотрите, при вычислении, нахождении дефункционных значений параметра дельта, здесь правая часть зависит от кси-с, дтс. Кси-с, дтс решение на нижней, кси-с решение на верхней сепаратрисы, когда дельта 1 плюс. Или, когда дельта 1 минус, это решение на нижней сепаратрисе верхней цепочки. Ну и, соответственно, решение на верхней сепаратрисе нижней цепочки и решение на нижней сепаратрисе нижней цепочки. Дефукация в этом случае связана с дефукацией рождения предельного цикла петли сепаратрисы, сегла, охватывающей цилиндр. Рассмотрим модельную систему. По сути дела, вот такую систему. И справедлива такая теорема. При достаточно малых эписом больше нуля, сигме меньше нуля, модуль гамма больше, гамма критически, можно указать такие дельты, что при дельте, принадлежащих интервалу дельта 1 плюс, дельта 1 минус, и дельте, принадлежащий интервал дельта 2 плюс, дельта 2 минус у системы 16, отсутствуют предельные циклы второго рода. Осредненность с тем, что охватывающий фазовый цилиндр. Единственным аттрактором является устойчивость к стамерной весе. Это интервалы синхронизации колебаний. Вот два интервала найдены. И здесь вот иллюстрация геометрическая. Вот предельный цикл у нас есть. Инвариантная кривая на цилиндре. Вот инвариантная кривая. Меняем дельта. Она подходит и сливает сепаратрисные верхние цепочки. Вот здесь как раз момент дефоксомы. Этот момент находится из формулы Мельникова. Дальше эта петля исчезает. Здесь остается устойчивость к стамерной весе, на которых синхронизация. Дальше в следующий этап появляется петля ниже, на верхней цепочке, нижняя петля. Вот она. Дальше от нее родится предельный цикл, охватывающий фазовый цилиндр. Дальше он влипает в сепаратрисы нижней цепочки. Дальше исчезает этот и имеет место как раз интервал синхронизации. А потом появляется петля на нижней цепочке. И от нее родится предельный цикл, охватывающий фазовый цилиндр. То есть от А и Ж. От А даже прошли. Прошли. В случае рисунка С, когда у нас петли, не две цепочки, а петли, 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 петли. Когда вот этот случай, вот этот случай, вот мы рассмотрим этот случай. Когда гамма не очень большой, гамма меньше гамма со звездой, но больше нуля. В этом случае также справедлива теорема для достаточно малых эпизом и гамма больше гамма с двумя звездами, больше или равна нуля, но меньше гамма критической. И знак определенной функции сигма существует такие, дельта 1 плюс, дельта 1 минус, дельта 2 плюс, дельта 2 минус. То есть в системе 16 отсутствует определенный цикл второго рода при дельт, принадлежащих вот двум интервалам. Единственным аттрактором является устойчивость амирновесия. Опять, то есть вот эти интервалы определяют интервалы синхронизации. Так, и здесь уже вот написано то, что было раньше для двух цепочек, теперь в случае петли, вот перехода. Вот цикл сверху подходит, бифуркация. Но здесь нельзя воспользоваться формулой Мельникова. И здесь изюминка, значит, вот здесь появляется петля сепаратриса, петля сепаратрис, охватывающий фазовый цилиндр, который нет в невозмущенной системе. То есть система первого приближения. И от этой петли рождается цикл охватывающий фазовый цилиндр. Вот он цикл. Вот это новшество, это новое. Вот пример был рассмотрен такой, в чем особенность. Значит, вот при b все равно нулю это уравнение с немонотонным вращением, при альфа от нуля до двойки. А здесь квазипериодическое возмущение, омега-1 единица, омега-2 корень с 5. И здесь при бета-нулю в этом уравнении есть предельный цикл. То есть все тут можно на этом уравнении все исследовать. Но вот здесь период зависит не монотонный, зависит от аж. Вот есть экстремальная точка. Соответственно, на фазовом портрете есть вырожденная фазовая кривая, вырожденная, на которой первая производная частота равняется нулю. Так, дальше, значит, дальше нужно вычислить усредненную систему. Здесь проблема, вот проблема. Здесь уравнение для симметричного случая, уравнение решений выписывается невозмущенное уравнение, косинус эллиптический. А вот у нас уравнение несимметричное и решение очень сложно. Вот было найдено решение и дальше были вычислены правой частью усредненной системы. И в итоге, значит, мы привели эту систему к тому виду, который был до этого, когда мы рассматривали картинки, смотрели о синхронизации, колебаниях, интервалах синхронизации. Вот получили такую систему в этом примере. Но еще раз, очень сложно, конечно, считать усредненную систему, потому что решение в случае, когда не монотонные вращения, то есть, когда схемы, это несимметричный дюфинг, появляется член Х, Х кубе в симметричном дюфинге, а здесь еще квадратичный член, это симметрия. Она приводит к усложнению. До сих пор я не видел, чтобы решения даже были написаны в хорошей форме. Но вот мы написали это решение. Ниже приведем список литературы. Вот и статьи, и данный доклад следует вот этой статье. Вот она, статья из списка литературы. Вот список литератур из статьи приведен. Thanks for your attention. Thank you very much. Альберт Дмитриевич, а вот что такое предельный цикл второго рода? Напомните, пожалуйста. Да, для системных цилиндров есть циклы неохватывающих фазовый цилиндр и циклы охватывающих фазовый цилиндр. Неохватывающие – это первого рода, а охватывающие – второго рода. Понятно. Понятно, спасибо. Так, какие вопросы есть к докладчику? What questions do you have? Альберт Дмитриевич, спасибо за вашу интересную и illustрительную информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!